Кажется, Samsung по-настоящему близки к тому, чтобы создать экосистему, которая будет смотреться на равных с экосистемой Apple во всех отношениях. Апрельское мероприятие Galaxy проскрыло следующие мощные шаги Samsung. На самом мероприятии, если вы вдруг пропустили нашу трансляцию, компания представила свой самый мощный Galaxy, а именно ноутбук на процессорах Intel 11 поколения. Одна из моделей даже дебютирует с новёхонькой видеокартой NVIDIA RTX 3050 Ti. Но ввиду того, что эти ноутбуки скорее всего не будут пока продаваться на нашем рынке, давайте лучше поговорим о том, что Samsung сделали с софтом. Во-первых, Samsung внедрили свою функцию QuickShare или быстрой отправки Windows. Сама функция быстрой отправки была представлена Samsung еще на Galaxy S20 в прошлом году. Она позволяет легко передавать любые файлы между смартфонами Galaxy по беспроводной сети. Но проблема была в том, что отправлять файлы на компьютер таким образом было нельзя. И в этом смысле iOS со своей функцией AirDrop смотрелось выгоднее, ведь она позволяет обмениваться файлами по беспроводной сети между любыми устройствами Apple, включая MacBook, телефон и iPad и так далее. Таким образом, Samsung официально представили QuickShare на своих ноутбуках, положив конец мучениям пользователей Windows. Лично я для таких случаев всегда использовал Telegram, где создал группу, в которой только я и имел к ней доступ с ПК и девайсов Galaxy. Но когда нужно отправить большие файлы, такой способ не всегда удобен. К счастью, теперь можно обмениваться с Windows любыми файлами любого размера и даже без интернета. Пока, конечно, эти функции были представлены на ноутбуках Galaxy, но я почти уверен, что скоро это будет и на любом ноутбуке с Windows. И это прекрасный пример того, насколько легко все производители могут сотрудничать и создавать совместимое программное обеспечение, если они не хотят друг друга съесть. Поскольку Microsoft отказалась от производства смартфонов, а Samsung не выпускает базовое программное обеспечение для ПК, вот мы и получаем отличный результат. Жалко только, что этого не произошло раньше, но в любом случае, сейчас, если вы хотели покинуть экосистему Apple, у вас, возможно, появилась лучшая альтернатива. Я думаю, это очень круто, что в последние годы Samsung позволяет пользователям сосредоточиться в первую очередь на контенте, а не на самом устройстве. Это просто отличная стратегия. Это то, что Apple делает со своей экосистемой, поэтому они так успешны в этом. И поэтому Samsung нужно обязательно выйти с этими ноутбуками на большее количество рынков. Друзья, если вы с этим согласны, поставьте ролику лайк и напишите, что вообще думаете о сегодняшних новостях. Мне всегда интересно читать ваши комментарии. Как всегда, увидимся с вами уже очень скоро в следующем видео. Будьте здоровы и всем удачи! Удачи!